На Лыжне России по-настоящему жарко, несмотря на то, что зима. На старте в Рязани тысячи лыжников. Участвуют люди разного возраста, профессии и с разной спортивной подготовкой. Недаром Лыжню России называют самой массовой и масштабной лыжной гонкой. Атмосфера, конечно, совершенно потрясающая. Здесь сегодня 5000 человек. И это не только профессионалы, но и просто любители. И целые семьи, которые в свой выходной день решили поучаствовать во Всероссийской лыжне. В первый раз участвую. Очень захотелось подать пример детям, чтобы они знали, что такое хорошо и что такое плохо. Поддержать наших олимпийцев. Ну и показать, что мы тоже можем кататься на лыжах. И как у вас впечатления от первого забега? Очень круто. Хотя я не очень хорошо катаюсь, но у меня что-то начало получаться уже. И самый юный участник. Сколько же километров ты сегодня прошел? 10,5. Встречаются на старте и спортсмены со стажем. Многие по лыжне России петляют уже не один десяток лет. В лыжне России участвую 15 лет. У меня юбилейная лыжня. С детства занимаюсь спортом. И всех приглашаю встать на лыжню. Не то, чтобы на лыжню. Лыжня – это спорт. А спорт – это здоровье. В России состязание проводится с 1982 года. Их постоянный участник – Ольга Смирнова. Она участвует в лыжной гонке в 35-й раз. Сильнейшая лыжница-гонщица Рязанского района и области. Первый раз победила лыжню России в 1982 году на 30 километров Москва-Биберево. С тех пор неизменная участница ни одного старта не пропускала. Только один год, когда рожала сына. Старт участникам гонки на 5 и 10 километров был дан одновременно. Первым на пятерке стал воспитанник детской юношеской спортивной школы «Олимпийц» Руслан Соловьев. Его время – 11 минут 32 секунды. Именно сегодня бежал так чисто до старта. Потому что у меня скорость чемпионата России, который отобрался. И я уезжаю где-то 17-го числа уже в Заянск, Татарстан, Республика. На десятке победил полицейский Сергей Андреев, показав лучшее время. Трасса легкая, она равнина. Для меня это тяжело с моим ростом. Но, как говорится, сильнейший побеждает сегодня. Больше повезло мне. Не хватило всего нескольких секунд до победы абсолютному победителю «Лыжни России» прошлых лет Сергею Чванову. По ходу гонки был совершен рывок. Не получилось его поддержать. Создался отрыв. И этот отрыв на финише и остался такой же. Впрочем, «Лыжня России» потому и стала самой массовой гонкой. Здесь главное – победить не соперника по дистанции, а себя, получив в качестве приза отличное самочувствие и заряд бодрости. Об этом, как никто другой, знают представители медицинских профессий. Лыжи – это очень хорошая кардионагрузка. Это и для здоровья, и для настроения. И вообще всем советую заниматься лыжным спортом. Одним из самых многочисленных на гонке был коллектив Рязанского медуниверситета. На «Лыжню России» встали и преподаватели, и студенты. Состоялся такой праздник, тем более, что для врача, для будущего врача, вот такие события – «Лыжня России», спортивные праздники – это, по сути, их жизнь. Потому что физкультура и спорт – это вторая профессия врача. Подобные соревнования не только дают положительный заряд эмоций, которые позволяют нам и активно работать в научном плане, активизировать мыслительную деятельность, и позволяют сделать новые научные открытия и инновационные, самое главное, открытия, которые позволяют двигать и наш вуз, и нашу область, и нашу страну вперед. Всего в гонке приняли участие более ста будущих врачей. И на сердечно-сосудистую систему хорошая нагрузка, так умеренная. Ну, я так средним темпом прошел. Ну, в меру так себя нагрузил, немножко пропотелся, само то. Мне это очень пошло, пойдет на пользу. На стартах «Лыжни России» были, конечно же, и курсанты Рязанского воздушно-десантного училища. «Лыжня России 2018! Слава тебе!» Очень полезно. Укрепляет дух, укрепляет физическую подготовку. Ну, в общем, все укрепляет. Тем более для военных это очень нужно. Впечатление, потрясающе. Очень понравилось. Организация, самая главная организация. Очень много народу, очень понравилось. Подготовка трассы в этом году из-за погодных условий началась только в январе. Но к самому лыжному событию снега выпало достаточно. И трассу на 10 километров организаторы даже немного усложнили. Организация на высшем уровне. Насколько было сложно подготовить такую хорошую трассу? Ну, вы знаете, у нас уже есть хороший опыт подготовки. Естественно, всегда возникают сложности со снегом. Но, значит, в этом году снежный покров позволяет подготовить трассу. Ну, конечно, организаторы постарались, где-то подсыпали, где-то накатали хорошо. Но я так думаю, что все получили огромное удовольствие. Лыжня России в этом году прошла параллельно Олимпиаде в Южной Корее. И массовые старты – ничто иное, как солидарность с российскими спортсменами. Алена Куколева, Роман Вихров, телекомпания «Город».